Привет! Это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про меченосцев. Меченосцы – неприхотливые, красивые аквариумные рыбки, крайне популярные среди аквариумистов. Естественно, среди обитания их можно встретить в пресных водах Центральной Америки и Мексики. Название меченосцев полностью объясняется их необычным строением тела. Характерной особенностью самцов-меченосцев является своеобразный отросток нижней части хвостового плавника, напоминающий меч. У самок такого нет. Существуют также некоторые виды гибриды меченосцев с двумя мечами и увеличенным спинным плавником. Живородящие рыбы, самки у них покрупнее, самцы помельче. Почему они называются меченосцами? Потому что у самцов ярко выраженный хвост, луч, нижний луч хвостового плавника выдается очень значительно. Поэтому, ну и так и назвали, и этим он отличается от самки. Самки у самок хвосты обычно круглые, форма круглая. Бывают еще некоторые формы меченосцев с вилкой на хвосте и у самцов, и у самок, когда и верхний, и нижний плавник удлинены, и получается такая вилка. Или даже трезубицы у некоторых, удлиненная форма плавников. Берлинские меченосцы, у них спинной плавник увеличен, похож на флаг. Цвета обычно красные, черные, желтые, зеленые. Зеленый меченосец, его так называют, цвет зеленоватый, переливающийся скорее зелень у него в окраске. Ну это вроде бы как исходная форма, но сейчас в основном это красные меченосцы. В любимцев ходят. Это красные с черными глазами и красные с красными глазами. Меченосцы не агрессивны и совместимы практически со всеми некрупными мирными рыбами. Лучшими соседями для них станут тетры, миноры, тернецы и данио. Меченосцы не совместимы с крупными агрессивными рыбами, которые могут на них охотиться, например, с астронотусами. Также не рекомендуется содержать меченосцев вместе с вуалевыми рыбками. Меченосцы могут кусать их за развивающиеся плавники. Может быть опасен только для рыбы, которую он может проглотить. А рот у него маленький, поэтому в принципе с любой рыбой он сочетается. Если верхнюю границу брать его соседи, то вероятно это скалярии, это какие-нибудь дискуссы. То есть те рыбы, которые не могут его проглотить. Все рыбы, которые могут его проглотить, они его проглотят рано или поздно. Но так как эта рыба довольно подвижная, вообще-то это очень подвижная рыба, то это может произойти не сразу, не скоро и довольно неожиданно. Вот рыба жила, а вот ее нет. Но с астронотсами, конечно, сажать нельзя. А вот общий аквариум с калярией, гурами, например, даже с барбусами, они уживаются хорошо. Растения не портят к креветкам, но все-таки с креветками не стоит сажать, потому что рыба уже довольно крупная и мелкую креветку поест. Даже для взрослой креветки он может представлять опасность. А так в основном с рыбой размера своего он уживается хорошо. Уход за меченосцем несложен. Необходимо регулярно осуществлять подмену воды в аквариуме, обеспечивать качественную фильтрацию и аэрацию. Также важно, чтобы аквариум был накрыт потной крышкой. В противном случае меченосцы могут выпрыгнуть из него. Условия содержания стандартные для аквариума. Это где-то температура в районе 25 градусов. Кто-то любит содержать их и при комнатной температуре, считает, что выживаемость при комнатной температуре у них выше. То есть при повышенной температуре как будто бы меченосцы больше болеют. А при температуре до 25 градусов, там 21-24, вроде бы как они живут лучше. Подмена воды стандартная для аквариума. Треть-четверть объема раз в неделю. Кормление стандартными кормами. Корма, содержащие в себе водоросли, спирулину или гематококус, будут усиливать их окраску и улучшать их состояние. В общем, они питаются разнообразными кормами. Но корма с содержанием спирулины и в высокой степени растительной составляющей будут для них полезнее. Средняя продолжительность жизни меченосцев составляет от 3 до 5 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!